Ашим поет. Кто поет? Ашим! Еврейский маленький мальчик из еврейской семьи. Он слышал Азан. И посмотрите на его реакцию. Мы поговорим о Фитре. Что такое Фитра? Ассаляму алейкум. Прошу каждого, кто смотрит это видео, написать на этот номер «Салям» и сохранить номер. Тогда вам будут доступны ежедневные напоминания и много интересного в статусах. Также таким образом вы сможете поддерживать со мной связь. Для удобства я оставлю ссылку на WhatsApp в описании и прикреплю в комментарии. Переходите, пишите и получайте пользу. Это видео было отправлено мне братом Даудом из команды Салят Плас. Свят Аллах, просто посмотрите на это потрясающее зрелище. Этот маленький еврейский мальчик из еврейской семьи услышал Азан. Посмотрите на его реакцию. И потом мы вернемся, поговорим о Фитре. Что такое Фитра? Пророк, мир ему благословение, рассказал нам, что каждый ребенок рождается мусульманином. Это так прекрасно, только подумайте. Сколько же мы видим доказательств того, что Коран это истина. Он послан нам истинным богом. Посмотрите этот ролик и вы будете потрясены, иншаллах. Я собирался вам сказать, чтобы вы зашли к ним в инстаграм, но, к сожалению, я обнаружил некоторые лицемерные моменты на их странице. Поэтому я не советую переходить к ним. Но я не хочу, чтобы вы проявляли к ним ненависть. Перейдем к видео, иншаллах. Хашем поет. Кто поет? Хашем. Хашем поет. Они поют для Хашема? Кто поет для Хашема? Наверху. Где Хашем? Наверху? Да. Эти люди тут же верят Хашема, но они не иудеи. Нет? Нет, их называют мусульманами. Ты можешь сказать слово «мусульмане»? Они молятся Хашему. Ты слышишь? Нет. Ребята, вы сами все видели. Свят Аллах. Это так прекрасно. Мы подобное уже наблюдали много раз. В Дубай, мол, когда ребенок услышал азан, он был восхищенным. Было видео, где христианская девочка спрашивает у родителей, «Как Иисус может быть Богом? Это не имеет смысла». И этот еврейский, я полагаю, мальчик, этот мальчик услышал азан. И что было первым, о чем он подумал? Хашемом они буквально называют Бога, потому что не могут произнести настоящее имя Бога. Он для них очень священен, поэтому они не называют его по имени. Мальчик говорит «Хашем поет» или «Они поют для Хашема». Маленький ребенок автоматически связал азан с Богом. Как только он услышал азан, он автоматически связал его с Господом. Вы знаете, что дети очень невинны. Иногда они могут говорить что-то невероятное, что является правдой и может происходить у них дома и так далее. То есть, когда ребенок говорит что-то, то что в его словах есть доля правды, потому что он не умеет манипулировать подобным образом. И когда мальчик услышал азан, он мог сказать все, что угодно. Это от сатаны, это плохой человек поет, или бугимэн. Но нет, он говорит про Хашема. Они так называют Бога. У нас есть Аллах, Свят Он и Велик. Пророк Мухаммад, мир ему благословение, сказал, что каждый ребенок рождается мусульманином на своей фитре. И потом, когда он вырастает, их семьи превращают их в иудеев, христиан или идолопоклонников и так далее. А так они рождаются на фитре, первоизданном естестве, первозданной предрасположенности верить в высшую силу. В университете Оксфорд было проведено исследование Джастином Барреттом, и он пришел к такому же результату. Он выяснил, что если лишить ребенка внешнего воздействия любой религии, он вырастет, да и будет верить в то, что Бог существует, что есть некая высшая сила. Он не будет считать Иисуса или другого человека Богом. Нет-нет, он будет знать, что существует высшая сила, Свят Аллах. Что такое? Ты знаешь, что уже в течение шести месяцев наш друг, который жил в Израиле, больше не в Израиле. Ты можешь это представить. Кто-то жил в своем доме, но больше его там нет. И он очень хочет вернуться. Ты тоже хочешь, чтобы он вернулся? Мои друзья. Ты хочешь, чтобы твои друзья вернулись? Друзья хотят вернуться к маме. Когда ты уходишь в садик, ты хочешь вернуться к своей маме. Правильно? Так вот, наши друзья тоже хотят вернуться к своей маме. Они уже шесть месяцев не видели ее. Ты грустишь, потому что они не могут увидеть свою маму. Что нам сделать, чтобы обрадовать их? Вернуть их в свой дом. Куда друзья так хотят? Да, они очень хотят вернуться, да? Да, тогда может нам помолиться? Помолиться за них? Да. Очень иронично и странно, что они разговаривают о своих друзьях, которые оставили свой дом. Они говорят о пленных, но также существует тысяча пленных, заточенных в Израиле. Более того, очень иронично, что они говорят о своих друзьях, которые ушли, которых выгнали из своих домов. Эй, привет, привет. Вы вообще, когда говорите такое, думаете головой? Это как? Это как раз то, что делает Израиль с палестинцами? Их выгоняют из домов. Вы забыли про Накбу? Эй, привет. Для меня это звучит очень странно. Вы что, серьезно? Вы действительно не знаете о том, что происходит? Или делаете вид? Вы говорите о пленных, но опять же, среди палестинцев их тысячи. Да, о ваших пленных тоже надо освободить, но суть в том, что те люди, которых часть мира назвать террористами, заботятся о ваших пленных намного лучше, чем израильско-демократическая страна, о наших, сломанные руки, изнасилование и так далее. Свят Аллах. Поэтому то, что вы говорите, звучит очень странно. Опять же, я не прошу вас подписываться на эту семью, потому что они кажутся довольно лицемерными. Но я все же хотел, чтобы вы обратили внимание на этого еврейского мальчика и на его фитру. Его фитра на правильном месте. Как только он услышал азан, он связал это напрямую с Аллахом, Святом и Велик. Хашем, так они называют... Хашем, они так называют Бога. Это все, что я хотел сказать, братья и сестры. Наслаждайтесь этим видео, инща Аллах. Не забывайте делать пожертвования. Пусть Аллах благословит и сохранит вас. Делитесь этим видео со всеми, с кем сможете. Ислам это хак, это истина, что видно даже по детям. Как ребенок может знать, что это от Аллаха, от Всевышнего, когда он услышал азан и он связывает? Он не связывает это ни с чем другим, больше. Это все, что я хотел сказать, братья и сестры. Ассаляму алейкум, рахматуллахи, ва баракяту. На видео вы видите отчеты их помощи палестинскому народу. Инща Аллах, это не конец. Мы продолжаем сбор для наших братьев и сестер из Палестины по раздаче продуктов и горячего питания, а также для Африки и Бангладеш. Раздача тысячи мусофов Корана, постройка десяти колодцев, одной мечети с мадресы и посадка десяти пальм. Давайте окажем нашим братьям и сестрам свою помощь и поддержку, чтобы заслужить награду от Всевышнего. Не упустите этот шанс. Все отчеты также на аккаунтах, указанных в описании под этим видео.